Поздравляю, ты сделал свою первую игру. Во второй части нашего урока мы сделаем ее еще круче и интереснее. Но прежде чем перейти к практике, нам необходимо закрепить важные термины, которые должен знать каждый программист игр, и изучить одно очень важное новое понятие. Это нам необходимо для того, чтобы ты очень хорошо и правильно понимал меня в дальнейшем, потому что в следующих уроках я очень часто буду использовать именно эти термины. Итак, поехали. Тоже знаешь формулу графика плюс движение равно анимации. И помнишь, как это реализуется в Scratch. И знаешь, что анимация это основа любой игры. И я не знаю, можешь ли ты привести пример какой-либо игры, в которой нет анимации, то есть в которой ничего не двигается и все стоит. Такого, наверное, не бывает. Ну а сейчас мы изучим еще одну формулу. Анимация плюс интерактивность равно игра. Что такое интерактивность? Надо разобраться, потому что это как раз самый важный термин для понимания того, как правильно делать игру. Итак, обратимся к Всемирной энциклопедии Википедии. Это такой справочник большой, в котором очень много важных определений. Но у этого справочника есть свои недостатки, и основным из них является то, что многие определения могут казаться не совсем понятны. Поэтому я их должна тебе объяснить. Ну что, рассмотрим. Итак, одно из определений, которые есть в Википедии, это то, что интерактивность от английского interaction означает взаимодействие в переводе на русский язык. И это понятие, которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами. Из всего этого набора не всегда понятных слов тебе важно запомнить, что интерактивность означает взаимодействие. А взаимодействие происходит между разными объектами. В нашей игре будет происходить взаимодействие между, например, разными спрайтами или между пользователем и этими спрайтами. На следующей схеме мы все это рассмотрим и еще раз прокомментируем. Для того, чтобы реализовать интерактивность, необходимо использовать элементы интерактивности. И в Википедии сказано, что элементами интерактивности являются все элементы взаимодействующей системы, при помощи которых происходит взаимодействие с другой системой или человеком, пользователем. То есть, собственно, как раз таки те элементы, с помощью которых что-то с чем-то взаимодействует. Ну а сейчас перейдем к схеме, на которой станет все понятно и ты еще лучше запомнишь, что такое интерактивность. И узнаешь сначала теоретически, а потом практически мы это в нашей игре закрепим, какие элементы интерактивности есть в Scratch. При этом мы изучим и закрепим формулу анимация плюс интерактивность равно игра. Итак, в Scratch, когда мы создаем игру и разрабатываем сценарий анимации, мы отвечаем на первый вопрос, кто или что. И мы знаем, что это у нас реализуется с помощью спрайтов самых разных. Но когда мы хотим сделать игру, мы должны еще дополнительно ответить на вопрос, с кем тот или иной спрайт будет взаимодействовать. И вот в нашей игре, в первой игре, кот следит за мечом, у нас было два спрайта, которые друг с другом взаимодействовали, кот и мяч. Все это происходит на сцене, мы знаем. И сейчас я вам сообщу, что на самом деле спрайты могут взаимодействовать со сценой. Это все элементы анимации Scratch. Вы тоже это хорошо знаете. Ну и самое главное, кто у нас участвует в взаимодействии, в процессе интерактивности, конечно же, это пользователь. Это тот, кто будет играть в нашу игру. И он будет взаимодействовать со спрайтами, со сценой. И таким образом будет получаться интересный сюжет. Итак, при ответе на вопрос, с кем, мы учитываем все вот эти вот элементы Scratch. Третьим этапом разработки нашего сценария и реализации анимации или игры, это ответ на вопрос, как и реализация скриптов или программ. Мы с вами изучили уже много команд из группы движения. Напомню, есть интересная и важная команда, если на краю оттолкнуться. И на самом деле, фактически, это реализация взаимодействия спрайта со сценой. То есть, если спрайт достигает края сцены, то он от нее отталкивается. Мы использовали команду перейти в указатель мышки для спрайта меча в нашей игре. И это тоже взаимодействие с мышкой. Ну а мышкой управляет пользователь. И фактически, эта команда реализует интерактивность в нашей игре, когда пользователь управляет движением меча. Еще у нас была команда повернуться к. Эта команда реализует интерактивность или взаимодействие одного спрайта с другим. В данном случае мы говорили, что наш спрайт должен повернуться в сторону меча, повернуться к спрайту мяч. Конечно же, у нас в группе события есть очень важная команда, когда щелкнут по флажку, и таким образом реализуется интерактивность или взаимодействие пользователя со следой программирования Scratch. Повторю, не самой игрой, а именно со средой, для того, чтобы запустить анимацию или игру. А еще мы будем использовать очень важные команды в наших играх следующих. Например, такие команды, как когда спрайт нажат. То есть, мы можем кликать по спрайту, и будет что-то выполняться при этом. И, конечно же, в любой игре у нас могут быть какие-то действия, которые будут управляться клавишами. Например, с помощью стрелочек на клавиатуре мы будем управлять движением нашего персонажа. И таким образом реализовывать интерактивность. Тоже пользователь будет управлять с помощью клавиш какими-то спрайтами на сцене. Ну и для того, чтобы наша игра была интересной, мы будем проверять самые разные условия. И в группе управления, кроме той команды, которую мы использовали всегда, мы будем использовать еще проверки условий. Например, команду «Если то». И очень скоро вы увидите это на практике. Ну а в команде «Если то» нам нужно проверить условия. Например, самое популярное в играх это условие «Касается». Например, один спрайт касается другого спрайта, или касается края сцены, или касается цвета. Это все в группе «Сенсоры». Мы тоже будем рассматривать эти команды. Там тоже много очень интересного. Это как раз то, что нужно для игр. Итак, закрепим, повторим. Вот когда мы отвечаем на все эти вопросы, кто с кем и как взаимодействует, фактически мы говорим о создании, о проектировании сценария игры. И поэтапно мы будем наши игры усложнять. Ну а сейчас перейдем к практике и рассмотрим, как можно улучшить игру «Кот следит за мечом» и сделать новую игру, которую мы назовем «Кот гоняется за мечом». В этой части урока я буду работать в редакторе на сайте Scratch, поэтому, зайдя на сайт, я нажимаю на кнопку «Создавай». У нас открывается среда программирования. Закроем блок «Помощь» и загрузим с компьютера сохраненный проект. Напоминаю, это пункт «Нью файл» – «Загрузить с компьютера». И в папке «Мои мультфильмы» она у меня уже активна, поскольку я с ней активно работаю. Выбираю проект «Кот следит за мечом». Открываю его, нажимаю «Ок». И вот наша игра. Проверим, как она работает. Что-то с нашим котом, надо его вернуть в центр. Вот, все в порядке. Здесь остались команды, которые я показывала для повторения. Те команды, которые не нужны, мы можем либо снести обратно в список команд, либо нажать правую кнопочку мыши и выбрать «Удалить». То, что не нужно, все убираем. Ну что, теперь нам нужно сделать так, чтобы наш кот догонял мяч. Что для этого нужно сделать? Нужно реализовать его движение. Чтобы реализовать движение, нам уже известна команда «Идти». Идти 10 шагов. Добавляем ее в скрипт «Кота». Проверяем. Ну вот, практически игра готова. Правда, мне кажется, что кот немножко слишком быстро бегает. Поэтому мы сейчас сделаем не 10 шагов, а 5. И еще, для того, чтобы все-таки все было корректно, на всякий случай добавим команду «Если на краю оттолкнуться». Взаимодействие с краем сцены, чтобы кот не уходил за край сцены. Проверяем. Вот, теперь он ходит помедленнее. И, наверное, многим из вас захотелось сделать еще что-то такое, чтобы происходило что-то интересное, когда кот мяч догонит. Например, пусть он скажет «Ура, я его поймал». Давайте добавим. Чтобы он это сделал, нам нужно добавить команду, с помощью которой кот будет говорить. Это команда в группе «Внешность» «Говорить». И здесь вместо английского «Hello», то есть «Привет», мы так и напишем «Ура, я его словил». Вот так. Но для того, чтобы он это сказал, нам нужно проверить условия. Условия какое? Когда кот догонит мяч, то есть когда он его коснется, коснется этого спрайта. Что для этого нужно сделать? Для этого нам нужно использовать команду, которую мы видели на слайде «Если» и для нее сформировать условия. Это условие какое? Это условие, как я сказала, кот должен дотронуться до мяча. Для того, чтобы это проверить, у нас есть в группе команд «Сенсоры» команда «Касается». И смотрите, как выглядят эти блоки. Вот этот блок такой вот шестиугольничек, и здесь вот такая ячейка для него заготовлена. Мы должны его просто вот так вот аккуратненько вставить. Вот когда подсвечивается белым цветом, тогда этот блок сюда приклеится и займет свое место. Отпускаю мышку. Вот он приклеился, и теперь они вместе, монолитом. И еще нужно настроить этот блок, проверить, чего должен кот касаться. Он должен касаться спрайта под названием «Мяч». Вот мы проверяем, если касается мяча, и то будет у нас вот здесь. То есть он должен сказать, говорить. Сюда вставляем. Вот они все вместе. Ура, я его словил. Ну и еще, для того, чтобы все это работало, конечно же, нам нужно вот эту проверку условий вставить в основной скрипт. Вот сюда. Проверяем. Вот он сразу его и словил. Продолжим. Оп, опять словил. Но мячик убегает, пока он говорит. Поэтому можно продолжать играть. Вот такая уже более совершенная получилась игра. Сейчас я тебе сделаю справку, чтобы ты мог подсмотреть. Вот так вот. И тебе необходимо выполнить задание. А именно, усовершенствовать свою первую игру «Кот следит за мячом» и сделать на ее основе новую «Кот гоняется за мячом». И не забыть этот проект сохранить. Чтобы это сделать, мы сначала сделаем, изменим название проекта. Вместо «Кот следит за мячом» напишем «Кот гоняется за мячом». И нажмем файл «Скачать на свой компьютер». Имя файла у нас уже есть. Нажимаем «Сохранить». У меня уже такой проект есть. Поэтому меня Scratch спрашивает, заменить его или нет. Я знаю, что мне нужно его заменить. Отвечаю «Да». У вас, возможно, этого вопроса не будет. Итак, ставь видео на паузу, выполняй задание, делай свою новую игру «Кот гоняется за мячом». И возвращайся, я тебе дам еще задание. Ну как, получилась игра. Интересно играть, правда? И очень хочется научиться чему-то новому. И очень скоро мы это сделаем. Но сейчас необходимо обязательно выполнить гимнастику для глаз. Приучи себя это делать для того, чтобы твое зрение не испортилось, а даже улучшилось. Это вполне возможно. Разверни анимацию на весь экран. Следи за мной глазами, но голову не поворачивай. Поморгай глазами. А теперь вверх-вниз. Поморгай глазами. Сейчас будем смотреть по диагонали. Поморгай глазами. Еще раз по диагонали. Поморгай глазами. Отлично, молодец. Ну а теперь задание. Оно как будто бы домашнее, но ты все равно все задания выполняешь дома, правильно? И это задание следующее. Проанализируй любую игру, в которую ты любишь играть и попробуй кратко описать ее сценарий по следующей схеме. Кто и что, какие действующие персонажи в твоей игре, с кем они взаимодействуют или с чем, и каким образом это происходит. Что происходит в результате этого взаимодействия. Ты можешь этот сценарий записать, можешь просто над ним подумать. Это очень полезное упражнение. Если ты будешь придумывать свои игры, ты будешь размышлять примерно так же. Ну а в следующем уроке мы создадим игру под названием Код обжора. В этой игре у нас будет много спрайтов. Код будет ходить по сцене, собирать съестное и съедать. Ну и мы изучим очень много новых команд. Поэтому до встречи в следующем уроке.